Если видео PS2 на PS Vita мы смотрели порты непосредственно самой двойки, то что будет в этом видосе? Мы рассмотрим игры, которые выходили и на PS Vita и на тройку, сравним визуальную часть, возможно, FPS, где лучше играется и немного уделю времени прямому сравнению этих двух машин от Sony, где постараюсь ответить коротко на вопрос, а что же лучше выбрать? А сейчас расскажу вам про отличных ребят с PS Store Турция. Игры, подписки, активации и многое другое. Вы можете все приобрести здесь. Это самые лучшие ребята, которые давно в этой теме и помогли многим. Достаточно взглянуть на отзывы, что в ВК их сотни штук, что на собственном сайте. Люди довольны и благодаря преимуществам этих ребят они стали постоянными клиентами. А какие плюсы у PS Store Турция перед другими магазинами? Часто происходят скидки. Постоянно публикуют актуальную информацию по событиям PlayStation, то есть вы можете подписаться на их соцсети и, грубо говоря, оставаться в тренде всего, что связано с Sony без лишней информации. А так как вы будете за ними следить, то и новые скидки получите. А это ли не счастье? Также вы можете приобрести у них физические копии игр. Пока что список дисков небольшой, цены приемлемые и огромное преимущество дисков заключается в том, что вы всегда можете продать игру, либо ничего не потеряв, либо немного, или же наоборот выйти в плюс. То есть, если покупка на аккаунт вам неинтересна, выход вот он. Пользуйтесь. Самый лучший магазин в интернете и их услугами я пользуюсь регулярно. Оставлю ссылки в описании на магазин, группу ВК и Телеграм. Вы можете в любой из этой соцсети приобрести нужную вам игру. Достаточно просто написать МВЛС и вам все объяснят. Мортал Комбат Комплит Эдишн. Девятая часть и короче МК. Я помню, когда узнал о выходе этого творения для Виты, такой сидел. Вау, полноценный Мортал Комбат на Вите, ничего ж себе, да? А потом, когда купил сам Виту, был у меня картридж этого девятого МК. Я запускаю игрулю, а у меня же был ящик 360, который я рубился регулярно, в том числе и в девятый МК. Смотрю на катсцену в режиме истории и все такое классное. Думаю, вау, ничего ж себе. Какую работу провели разрабы, а потом начинается сам геймплей. Где у нас из плюсов только 60 фпс, которые, честно говоря, лучше бы были тридцаткой, но при этом хороший визуал, как на домашних консолях присутствовал бы. Либо что-то около того, потому что глядя сегодня на сравнение, на то, как эта игра выглядит в реале, у тебя начинают возникать вопросы. Но я бы не сказал, что это прям мега критично, ибо привыкаешь ко всему. Если не заниматься сравнением, то как бы покатит. А когда ты смотришь на то, как на PS3 у нас реально хороший визуал, а потом ты переводишь свой взгляд на Виту, в это играть автоматически не хочется. Но в свое время, когда я абстрагировался от Xbox 360, мне было вполне себе нормально рубиться на Вите. Никакого негатива не вызывала у меня эта портативная консоль, а скорее даже наоборот. Вот, играл, понимал, что Вита на старте была очень похожа на PSP, прошлую успешную портативку от самих же Sony. Они пичкали консольку AAA, но к огромному сожалению, судьба Виты слишком печальна. Но вот для чего это видео, как бы с одной стороны, просто посмотреть на игры, которые есть что на тройке, что здесь. А с другой, мы каждый раз рассматриваем новый тайтл, делаем вывод о том, а что же мне взять? На самом деле, каких-то ярых плюсов нет ни у Виты, ни у PS3. То есть, да, вы можете сказать, Вита портативка, вот ее плюс. А PS3 домашняя консоль и без PlayStation Vita TV, а PS TV это отдельное устройство, вы не сможете подключить Виту к ТВ, так что 1.1. Borderlands 2. Я говорил, что она только на 50% в невозможных портах на Виту, там я сказал, что Borderlands 2 части на Вите нет. Хотя на самом деле она там есть, но порт с андроида не выйдет. Да и зачем он там, когда есть отдельная игруля, как бы? Короче, что по ситуации, что на Вите, что на тройке игра работает так себе, на PlayStation Vita прям слишком так себе. 10 FPS мельками бывает, это не шуточки, действительно большие проблемы присутствуют на Вите. Но также есть моменты, где и на Вите 30 FPS. Это зачастую закрытое помещение, в которых ничего динамичного не происходит и даже близко. То есть, плавно все, ничего такого нет. Но когда начинается экшен, то это больно, и я не выкупаю, как вы можете портировать игру. Официальные разрабы сидят, делают порт и при этом выходит какой-то шлаг. И вместо того, чтобы доработать свою идею, как бы лучше протестировать, а не такие, ну, 12 FPS. Нормально. Нормально? Где тут нормально? Почему все так? Почему? Вита не тянет? Честно, я не знаю, может и не тянет. Но есть, допустим, экзы собственные, в которых визуал куда-то круче. Сам масштаб их больше, и вроде как там нет такого бреда с количеством кадров, которые мы можем наблюдать здесь. Но что это такое? С одной стороны, Вита крутая, столько всего вышло, но если копнуть, то вот вам 20 FPS. Нормально? Вам пойдет такое? И создание этого видео натолкнуло меня на одну мысль. Снять видос про Виту, где мы рассмотрим ее игры в плане FPS. Посмотрим, можно ли хоть что-нибудь исправить. Если нет, если реально у нас будет всегда 15 FPS, то мнение о портативной консоли автоматически меняется у меня. Так что ждите разоблачения на Виту, короче. NFS Most Wanted. Я помню, что тут ситуация следующая. 25-30 FPS на Вите, можно хакнуть и сделать так, чтобы всегда была стабильная тридцатка. Но сам визуал это никак не меняет, насколько мне известно. То есть, сильно ли отличается графика? Вообще до жути. Да, это портативное железо, но Вита никак не может составлять конкуренцию старой тройке. А если кто-то думал, вдруг явно есть такие люди, которые предполагали, что Вита по мощности это как домашняя PlayStation 3. Проснитесь, товарищ. Это PS2, и то не факт, что лучше. Ничего не разобрать, что написано на автомобиле. Крутые блики солнца отсутствуют. Тут и есть какой-то эффект, но блика от автомобилей нету. Это реально жесткое какое-то получается видео. Но все реальные видосы, в которых мы говорим как есть, они все жесткие. Потому что правда она такая. Некоторым может не понравиться. Это действительно так. И сравнивать тройку и Виту бессмысленное занятие. Потому что PS3 лучше во всем. И да, я говорю, что PS3 лучше. А тройка, если вы давно следили за моим каналом, то скорее всего прекрасно понимаете, что Fepos тут не самый лучший вообще. Но даже эти значения, PS3 лучше, чем на Вите, и справедливо ли вообще делать такое сравнение. Портативное железо, домашняя консоль. Год выпуска 2006 и 2011. 15 тысяч рублей и 15 тысяч рублей, грубо говоря. Можно и за десятку найти что Виту, что тройку. Они находятся в одном ценовом диапазоне, и для меня это отличный повод для сравнения. Так что просто расслабьтесь и смотрите это видео дальше. Есть ли игра, которая будет плюс-минус одинаковой, что там, что здесь? Нет, не будет. Spider-Man для Виты это отдельный мир искусства, который меня настолько сильно поражает, что я выкупил суть портативного гейминга, причем скорее всего вообще любые консоли, за исключением Steam Deck. Портативка это не о графике по ходу, не о FPS, а о том, что это портативка и на этом все. Никаких преимуществ нет перед домашними консолями. Да, это другой опыт. Ты не сможешь ведь кинуть проводку в рюкзак, засунуть туда тройку вместе с ТВ и гонять по городу с DualShock'ом в руках. Билет в дурку обеспечен, это разные устройства. И как показывают, практика портативка не вывоз и не конкурент домашнему железу. Виту в то время подошла бы больше как дополнение. А сейчас, если вдруг вы думаете, что взять Виту или PlayStation 3, то однозначно покупайте PS3. Намного больше игр, эмуляторы очень многих консолей, включая PS, PS1 и PS2. Это прям основное, что есть на тройке. Но вы можете сказать, а на Вите есть свои эксклюзивы. Но просто согласитесь, что это несопоставимо вообще. На тройке также есть свои экзы плюс все эксклюзивные тайтлы с PS2. И пока вы мечтаете об эмуляции PS2 на Вите, на тройке она давно есть. И выбор, как по мне, тут очевидный, если вы не были знакомы ни с PS3, ни с Витой. Assassin Liberation. Изначально это был эксклюзивный ассасин для Виты, но видимо сроки эксклюзивности истекли. И проект перенесли там для PS3, PS4 и может куда-то еще. Особо этой темой не интересовался. И ассасин для меня, который выходил для Виты, это слишком странная игра. С одной стороны, полноценная часть ассасина, собственно, неплохая, интересная и можно поиграть, если фанат. Но с другой мы получили такой себе визуал, FPS, которого нет. Множество проблем. И вот портировали для тройки. Красота же, все отлично выглядит. Приятная картинка как бы. Игра так и должна выглядеть. И вы меня, конечно, извините, но портативный гейминг это что-то странное. Реально для людей, которые постоянно находятся вне дома, они играют. Тайтлы с телефона их не интересуют. И вот такое для них, да, это нормальное решение. Играть хочется, а подрубить PS5 не к чему. Остальные же случаи, когда люди покупали PSP вместо PS2, Vita вместо тройки и эра портативок завершилась именно соневских. Короче, нет смысла покупать их вместо чего-то, а в дополнение так отличное решение. Почему? Какой смысл покупать ААА для Vita, на котором эти ААА работают в сравнении с тройкой, как я не знаю, GTA 5 для PlayStation 2. Все убого и говорю как есть. Можно, в принципе, рубануть в некоторые такие игры, но я бы воздержался и играл на Vita, допустим, в Rayman, Duke и в свои эксклюзивы. Все. Не знаю, ребята, это какой-то мазохизм. Потому что можешь поиграть нормально, в хорошем визуале и более-менее адекватно фэпосам. Но вместо этого ты берешь и покупаешь что-то из такого грандиозного триплей для портативки, и понимаешь, что ты выбросил деньги на ветер. Никакого удовольствия не будет. Я не представляю, как люди в то время играли. Вы просто представьте, 60 баксов, помимо того, что ты купил консоль за 300 вроде, и к ней еще флешку за 50, и вот игру за 60. Итого 410 как минимум. Запускаешь и видишь 15 FPS в пауке, графику уровня PS2, который желают выдать за Next Gen того времени. Тогда еще PS4 не вышло, и ты такой сидишь, а что произошло? Как будто бы тебя где-то надули. Это жесть, ребята, но относится ли это к PSP? Очень хороший вопрос, я тут задаю сам себе и веду некий монолог. Наверное, нет, но если нужен более подробный видос о PSP и PS2, сделаю. Но как мне кажется, там графон плюс-минус одинаковый. Да, на PSP хуже, но не прям, чтобы уровень PS1. Очень много проектов с PS2 есть на PSP, и, короче, несколько видосов я дропну по этой теме, если вдруг кому-то интересно. Так что, если вы думали, что же мне выбрать, консоль, которая сегодня славится портами с Android или тройку, которая прошла сложнейший путь, то покупайте Xbox 360. И не забывайте подписываться на канал и всевозможные соцсети, включая Telegram. До новых видео и встреч. Субтитры подогнал «Симон»!